Всем привет! Вы на канале Девайс и сегодня я расскажу о самых ожидаемых процессорах, видеокартах и материнских платах, которые уже были анонсированы или вышли в конце мая, будут представлены или выйдут в июне 2020 года, а также о будущих анонсах, предваряющих их слухах и сливах. Будет интересно, так что смотрите видео до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте ткнуть на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых материалах. Поехали! Благодаря стараниям энтузиастов в сети появилась информация с официального сайта производителя материнских плат BioStar, раскрывающая предварительные характеристики некоторых гибридных настольных процессоров Ryzen 4000. Среди новинок есть как решение, ориентированные на энергоэффективность, вписывающиеся в 35-ваттный TDP и обозначенные суффиксом GE, так и модели с более привычным 65-ваттным теплопакетом и окончанием G. Некоторые APU, предназначенные для бизнеса в таблице, они отмечены индексом PRO, как и в случае предыдущих линеек, будут оснащены продвинутыми опциями безопасности, оптимизированы для использования в IT-инфраструктуре и доступны у поставщиков в течение длительного времени. Выпускаться процессоры будут по 7-нм техпроцессу, а в их основу ляжет архитектура Zen 2. Что же касается графической подсистемы, будет использоваться Vega второго поколения. Новинки могут появиться в продаже уже в июне, хотя некоторые источники заявляют, что AMD Renoir практически не будут продаваться в рознице и пропишутся в готовых конфигурациях и корпоративном секторе. Корпорация Intel наконец-то официально представила настольные процессоры Comet Lake S. Но останавливаться на каждом из них подробно я не буду, иначе видео получится слишком длинным. Расскажу в первую очередь о наиболее знаковых и интересных для массового потребителя моделях. Первый из таких является самой недорогой из шестиядерников новой линейки Core i5-10400F. Высокими тактовыми частотами этот камень не блещет, но благодаря оптимизированной микроархитектуре, наличию 12 потоков и невысокой рекомендованной стоимости, составляющей от 155 до 158 долларов США, он может стать одним из наиболее интересных предложений для геймеров. Есть в арсенале микропроцессорного гиганта и аналогичная модель со встроенным видеоядром без литеры F в названии, а также обладающие более агрессивными частотами Core i5-10500 и Core i5-10600. Скажу несколько слов и по поводу сверхбюджетного и бюджетного сегментов. Новые Celeron, Pentium и Core i3 также были представлены. Анонс Comet Lake S отличается невиданным размахом, обновлению подвергся сразу весь модельный ряд, начиная с самых недорогих массовых настольных процессоров и заканчивая флагманскими Core i9. Intel Core i5-10600K – новый шестиядерник, обладающий свободным множителем, а значит, поддерживающий ручной разгон посредством его увеличения. В этот раз Intel не поскупилась на хайпер-трейдинг, виртуальная многопоточность поддерживается у всех моделей, за исключением самых младших. Теперь любой Core i5 обладает 12 потоками, а решения Core i3 выглядят как выпущенные по меркам индустрии не так давно Core i7-7700 – 4 ядра и 8 потоков. Во многом благодарить за это стоит компанию AMD, которая в последние годы встряхнула процессорный рынок. Возможно, если бы не Ryzen, мы так и не получали бы ставшие мемом 5% в год без увеличения количества ядер и потоков, но, к счастью, случилось то, что случилось. Конкуренция – двигатель прогресса, хотя, безусловно, Comet Lake S – это эволюция, а не революция. Ключевые архитектурные особенности Skylake остались неизменными, а значит, обладателям сравнительно современных платформ, как синих, так и красных, апгрейдиться нет особого смысла. В свою очередь, геймеры, контент-мейкеры и другие пользователи ПК, собирающие систему с нуля и предъявляющие к производительности процессора повышенные требования, наверняка сочтут предложение Intel интересным. Core i5-10600K не будет узким местом системы даже в тандеме с наиболее производительными графическими ускорителями, такими как NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. А главное, он демонстрирует в играх ощутимое превосходство, однородным Ryzen 3600. Согласно плану Intel, первыми в продажу поступают разгоняемые процессоры с индексом K и их версии без интегрированной графики. И 16-поточный восьмиядерник Core i7-10700K уже можно найти в магазинах, хотя в российской рознице он традиционно, как и все новые знаковые продукты, демонстрирует завышенный уровень цен. По общей производительности этот камень оказался примерно на одном уровне с бывшим флагманом Core i9-9900K, что неудивительно, поскольку модели имеют схожие характеристики. Не обошлось, конечно, и без неоднозначных моментов. Энергопотребление раскочегаренного 10700 зашкаливает за 200 Вт, а значит в пару к этому процу понадобится действительно производительная система охлаждения, благо такие есть и среди воздушных. Вероятно, модель будет более интересной для обладающих солидным бюджетом геймеров, чем для профессионалов. В многопоточных, хорошо распараллеливаемых рабочих задачах 12-ядерные решения от AMD зачастую быстрее. Впрочем, пока в сети слишком мало достоверной информации о новинках, часть графиков и обзоров основана на инженерных образцах и кристаллах не самых последних степпингов. Что можно сказать с уверенностью, так это то, что настоящая борьба начнется с выходом Ryzen 4000. 10-ядерный Core i9-10900K ожидаемо получил звание одного из самых производительных массовых десктопных процессоров стоимостью до 500 долларов. Причем как в гейминге, где он является в разрешении Full HD безоговорочным лидером, так и в ресурсоемких рабочих приложениях, где вычислительная мощность новинки находится примерно на одном уровне с 12-ядерником AMD Ryzen 9 3900X. Отмечу, что камень вышел дико прожорливым. Первые обзорщики докладывают о как минимум 250 ваттах в режиме разгона, что не может не смущать. Здесь понадобится не только система охлаждения соответствующего уровня, но и достаточно просторный и продуваемый корпус, позволяющий грамотно организовать циркуляцию воздушных потоков. Троттлинг и синие экраны при превышении допустимых температур никто не отменял, но разве это остановит настоящих энтузиастов? Выход Ryzen 4000 на базе архитектуры ZAN 3 ожидается осенью. А пока, если верить сетевым источникам, компания AMD намеревается в июне выпустить три новых модели Ryzen 3000 Matisse Refresh. Предположительно, они будут называться 3900XT, 3800XT и 3600XT, а заменят камни с такими же числовыми индексами и литерой X. Количество потоков и ядер останется неизменным, а прирост в производительности будет обеспечиваться возросшими на 200-400 МГц тактовыми частотами, микропрограммными улучшениями и еще более интеллектуальным алгоритмом автоматического разгона. Цель выпуска Matisse Refresh составить конкуренцию интеловским Comet Lake S, отобрав часть потенциальных покупателей новинок синего лагеря, а также напомнить о себе в преддверии богатого на свежее железо осеннего сезона. Новый чипсет AMD B550 призван стать более доступной альтернативой дорогостоящему X570 при сохранении большинства ключевых нововведений, включая поддержку интерфейса PCI-Express 4.0. Основные производители материнских плат Asus, Gigabyte, MSI и ASRock планируют выпустить множество моделей с различными пользовательскими характеристиками. AMD заявляет, что в разработке и производстве находятся более 60 вариантов. Новые материнки получат не только поддержку будущих процессоров Ryzen 4000, но и возможность ручного разгона, а также доступ к высокоскоростному USB 3.2 второго поколения, а их стоимость будет находиться примерно на уровне решений на чипсете B450. Кстати, некоторые вендоры уже официально анонсировали новинки и разместили на своих сайтах их спецификации. Другие тоже постараются не отставать, ведь выход Zen 3 уже не за горами. В соответствии с политикой Intel, от которой, как я надеюсь, конкуренция с AMD заставит их отказаться, новое поколение настольных процессоров получило новые материнские платы. Совместимость же со старыми на этот раз невозможна даже теоретически из-за разного количества контактов. Хорошо, что сохранилась хотя бы возможность установки актуальных систем охлаждения. Итак, основные наборы системной логики для десктопных Comet Lake S это Z490, H470, B460 и H410. Ручной оверклокинг снова поддерживает только первый из них, также чипсеты различаются числом поддерживаемых линий PCI-Express, наборами USB-портов, наличием либо отсутствием поддержки Intel Wi-Fi 6, AX201 и другими параметрами. Вероятно, наиболее ходовыми окажутся чипсеты Z490 и B460. Первый будет единственным выбором для разгоняемых процессоров с литерой K, а второй – рациональным решением для большинства остальных, за исключением самых бюджетных. Что касается ожидаемых многими геймерами видеокарты NVIDIA Ampire и AMD RDNA 2, в июне и даже в июле их ждать не стоит. Но по неофициальной информации, и зеленые, и красные планируют представить новые модели игровых графических ускорителей в сентябре. От NVIDIA ожидается выход условных RTX 3080 и 3070, а также, возможно, флагманского 3080 Ti. От AMD же – NAVI 21, или как их еще называют – BIG NAVI на базе доработанной архитектуры RDNA 2-й версии. Если верить слухам, полноценный чип насчитывает 80 Compute Units и 5120 потоковых процессоров, вдвое больше, чем у Radeon RX 5700 XT. Часть транзисторного бюджета при этом уйдет на специальные блоки для аппаратной трассировки лучей. Последняя явно прописалась в современных играх надолго. Актуальный же сейчас чип NAVI 10 будет обновлен и отправлен защищать позиции AMD в более низкие ценовые категории. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, а также жмите на подписку и колокольчик. Этим вы очень поможете развитию канала Девайс. Оставайтесь с нами, скоро выходят новые топы, рейтинги, анонсы, сравнения и обзоры. Спасибо за внимание и до новых встреч!